Этот ролик я записываю не тогда, когда хотел записывать, на самом деле, потому что всё-таки я планировал это делать вечером, но кое-что пошло не так. Сейчас я прямо сейчас играю в игру, прокрутки делаю рулеток, и не только, чтобы как можно быстрее нафармить чего-либо. И знаете ли, на что я наткнулся? На очень интересный момент. Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Shadow Fight 3, и мы прямо сейчас переходим в игру, и, конечно же, видим награду за 99 центов. Прикиньте, я покупаю сейчас впервые, впервые получается что-то в игре за 99 центов, и это настолько классно, потому что мне сразу же падает эксклюзивное предложение. Получи призы за первую покупку, это и 300 рубинов, это и 7 дней без рекламы, и это получается 500, и ещё сверху теневой, хотя она не особо нужна, и ключи, и плюс 99 центов. Здесь дешевле 99 центов, я точно ничего не находил, жаль, я сам себе ещё не могу какую-нибудь награду приобрести, чтобы, знаете ли, выполнить последнее задание и получить ещё сверху 2000 рубинов, а это было бы, конечно, классно. Поэтому прямо сейчас мы совершаем вот эту вот покупку, конечно же, и давайте я это реализую. Приобрёл, приобрёл, ребят, всё, отлично, вроде как покупка совершена, я надеюсь, на самом деле. Вот, она написала то, что покупка есть, она реализована, и теперь я могу неделю жить без рекламы, неделю. Как же это приятно на самом-то деле. За 99 центов, неделю без рекламы, кайф, кайф. Ну и, конечно, я теперь могу забрать награду, получается. А, либо она мне уже пришла. Стоп, я не понял, она мне пришла или нет? Купите теневой пропуск. Ну, вроде как награда пришла, по-моему. Или надо на подарок нажать. А, нет, нажать на подарок надо. Вот, прямо сейчас придёт. Собрать награду, и 300, получается, рубинов я получаю. 500 теневой, редкие ключи, 30 эпических. Ой, как хорошо, ой, как приятно. Блин, вот это классно. Теперь давайте проверим рекламу. Смотрите, подсвечена синим цветом. Нажмём забрать, и 20 синевой энергии падает. Блин, вот это классно, вот это круто. Теперь можно, конечно же, и на самом-то деле поиграть немножко, расслабиться. Да, конечно, хотелось бы мне приобрести больше, не вот эту вот тему, не сюда захожу. Теневой пропуск, потому что за 10 баксов это эксклюзивные бои с ежедневными боссами. Это дополнительная награда. Короче, очень-очень много всего интересного падает с теневого пропуска. Но всё-таки нет. Нет. Всё-таки вот эта вот тема, которая на данный момент мне выпала, это очень даже круто. У меня уже 22 тысячи рубинов, 4 золотых билета. Не знаю, нафарм ли я ещё больше за это время. Но будем смотреть. И 4900 рейтинга, чего пока не хватает, потому что на мир Джун нужно как минимум 5000. И да, мне тут, конечно, больше, чем 5000. Наверное, около 10, может, надо. Может, 1006, чтобы пройти третью часть мира Джун. Поэтому будем прямо сейчас это смотреть. Ну и стараться открывать наборы. Сейчас у меня акцент сделан на том, чтобы фармить билеты красные и фармить синие билетики. Поэтому я вот такой вот захожу, открываю вот данный фестиваль и просто-напросто иду в бой. А сейчас-то и доп наградующие забирать буду, что, конечно же, приятно. Потому что раньше смотреть рекламу ради там пяти каких-то жетонов было не так интересно, как сейчас, когда это делать буквально за секунду можно. Предыдущая часть, ребят, была записана, получается, 9 июля в 13.56. Сейчас на часах уже 2 часа 34 минуты и 10 июля. Таким образом, по сути, прошло уже достаточно немало времени. И за это время все, что я накопил, вы прямо сейчас и увидите. Да, получается, раскруткой я занимался. На данный момент у меня уже, получается, практически есть 10 часть, которого, конечно, нужно пройти максимум 14 этапов, и я уже нахожусь, по сути, на 10. Получу 700 рубинов, что не так уж и плохо. У меня уже есть, получается, 2 прокрутки. Сейчас мы реализуем еще несколько, потому что все это время, что я делал, правильно играл. И я не помню, видели ли вы у меня 4900 устойчивости, поэтому на всякий случай уточню, что у меня 4900 устойчивости. Прямо сейчас заходим сюда, в эту локацию, и по берегу проходим, возможно, не совсем красиво, данные поединки. Нам главное их пройти, потому что один раз я дело здесь закосячил. Благо, один раз. А могу еще один раз закосячить, потому что тут всякое возможно. И нам самое главное пройти полностью, потому что тогда я получу 100 билетиков. По поводу рекламы. То, что ее нет, и насколько сильно мне это нравится. Это вообще просто потрясно, ребят. За 99 центов получить просто отключение рекламы. Мне та награда, которую я там выбил, 850, по-моему, теневой энергии, 100 лет не нужна. Вообще не нужна. 99 центов я, по сути, заплатил за отключение рекламы. И какой же кайф теперь получать награду без особых проблем. Я каждый раз фармлю по 20 очков. У меня уже там есть 2000. И мы в скором времени откроем уникальные премиум наборы. Две штуки. Это прям шикарно. Вот серьезно. Шикарно просто-напросто. Я кайфую. Когда нет рекламы, даже интерес к игре как-то больше даже увеличился. Он у меня так был хороший. А сейчас еще больше стал. Потому что за счет каждого, получается, момента, где есть реклама, ты получаешь топ-награду и получаешь ее быстро. Ты не тратишь свое время. Это кайфово. Это очень классно. Надеюсь, что кто-то последует моему совету. И тоже 99 центов. Да, поэтому я считаю, что, конечно же, стоит это реализовать каким-то непонятным образом. И, в общем-то, вот таким вот делом, конечно же, все завершить. Я теперь 7 дней буду кайфовать от игры. Прям кайфовать, кайфовать. Потому что, наконец-таки, я смогу все смотреть легко и просто. И очень быстро. Отключение рекламы, это круто. Круче, конечно, топ-награду еще получать. Но для этого всего нужен теневой пропуск. Теневой пропуск уже кусается по цене. 10 долларов стоит. А если кто-то считает, что очень много денег зарабатывать, то на самом деле это не так. С одного ролика по Shadow Fight я получаю 40 центов. Ой, ребят, чихнул. Теперь, смотрите, бонусная карта еще не открыта. Давайте посмотрим, что мне выпадает. 105 билетов. Ай, блин, это аллергия. Она меня, наверное, в скором времени добьет. Ладно, что ж. 105, получается, билетиков я получаю. Это просто жесть. Но, смотрите, итого у меня уже 262 и есть 4 прокрутки. Но этого, естественно, мало. Поэтому мы снова тратим 250 билетов, которые я нафармил. И снова фармим. Я думаю, что вы подождете немножко. А мы поговорим еще немного о рекламе и о донатах. Донатить в эту игру, в принципе, я вам так скажу, она заслуживает этого. Хотя бы, отчасти, она заслуживает этого. Потому что если сравнивать с какой-нибудь Mortal Kombat Mobile, где разработчики забивают иной раз на своих игроков огромный и большой, то, конечно, здесь... Конечно, здесь, еще раз повторюсь, в разы лучше, конечно, донатить. Ты хотя бы понимаешь, что игра будет работать, и ты кидываешь деньги на развитие игры, а не просто-напросто для того, чтобы пополнить карман какого-нибудь разработчика. Поэтому в этом плане, конечно, эта игра хотя бы заслуживает. Да, я не могу закинуть сюда больших денег, но те же 99 центов, почему бы и нет. Вот, знаете, закинул кэша и назвал еще ролик, что самый огромный донат закинул за всю историю, мне кажется, игры этой. Ну, да, да, я не знаю, как я ролик назову, но уверен, что назову его довольно забавно как-нибудь. Скажем так, самая ирония, она должна присутствовать в названии этого ролика, я считаю. Поэтому будет, я уверен, что будет. Ладно, давайте добьем уже мы этих моделек всех, и после этого получим еще одну доп-награду. И плюс, конечно же, покрутим рулеточку. Я уверен, что мне выпадет что-то интересное. И да, в этом ролике, конечно же, мир джун будет. Единственное, что я сейчас стараюсь сделать, это хотя бы немного устойчивости поднакопить, потому что, сами понимаете, с устойчивостью сейчас дикие проблемы. Дикие проблемы, когда мне говорили о том, что будет сложно в мирах, и я, честно говоря, первоначально к этому относился. Не то чтобы скептически, я понимал, что это вполне может быть, но хотелось бы верить в лучшее, но, как вы видите, вот лучшее оно на данный момент где-то есть, но точно на данный момент скорее не здесь. Но, ладно, в любом случае, только что разобрались, только что добили, мы молодцы. Так, ладно, отлично, все. Здесь у нас есть еще 90 билетов, плюс 15 еще сверху за как раз-таки рекламку нам дается. И 367 билетов у меня есть. Это получается 6 раскруток. У меня есть 6 раскруток. Погнали, погнали. Раскрутка первая. 13, по-моему, это 750 рубинов. Или это 300 очков. А, да, это 750 рубинов. Отлично, 750 рубинов халявных. Почему нет? Вот это мне нравится, награда классная. Уже увеличиваем свой кэш. Свой кэш увеличиваем и смотрим, что мне выпало здесь. Уникальное противостояние. Если это будет оружие, это будет круто. Мне где-то требуется оружие. А, нет, это уникальный аспект. Противостояние. Наездник бездны. Применяется к скину наездник бездны. Ладно, давайте посмотрим по-быстрому, что за скин наездник бездны. Если честно, я не шарю. В общем, ребят, я искал, так и не нашел. Не знаю, может быть, я ошибся. Может быть, он где-то и есть. Но, к сожалению, мною не был найден. 14. А, это цветочек. Ну, блин, мне цветочек не нужен. Да, можно что-то прокачать. Мне это не надо. Жетоны цветения для прокачки брони. Сета. Не знаю, надо ли мне они, либо нет. 140 жетонов. В принципе, на помоечку отправляется. 3. Ой. Ну, уникальный хризонит это тема, конечно. Но хотелось бы все-таки, чтобы какие-то билеты падали. Ну, хоть что-то интересное для прокрутки. 15. Самое последнее. Это вроде как раз-таки то, что доктор прописал. Если выпадет что-то интересное с ликвидатора скверной, то будет замечательно. Хотя я не уверен. А, оружие. Оружие выпало. Ну, у меня полностью этот сет собран. Поэтому, в принципе, не знаю даже, что и сказать по поводу него. И уникальный цинитит мне падает. Тоже, в принципе, не билеты. Фармить билеты с каждым разом становится все сложнее и сложнее. Потому что это надо фармить. Да, и, конечно же, дальше я, видимо, перейду на 11 этап. Что, конечно, отчасти круто. Но все же хотелось бы большего. Ладно, давайте прямо сейчас что мы сделаем. Что мы сделаем? Правильно, мы перейдем сюда. Мы перейдем в акции событий. И здесь у меня есть еще не купленные как раз-таки два уникальных набора. Надеюсь, тут какие-то сеты будут. Потому что мне они прямо сейчас нужны как никогда. И я буду верить и надеяться на то, что выпадет хоть какая-то часть сета, которая у меня полностью соберется и будет прям шикарной, интересной, идеальной. И мы продвинемся по, конечно же, устойчивости. Давайте еще один набор открывать и смотреть, что мне выпадет отсюда. Пока, конечно, раскрутки мне не особо-таки помогли. Но я надеюсь, что это пока что. Так, что это за броня? Это слово вожака. Ну, продолжить. О, отлично! Я собрал какой-то сет. Ух, хорош! 200 устойчивости у меня становится 5100 ее. Что, конечно же, мне, например, выгодно. Отлично! Собрали еще один сет. 24 тысячи рейтинга. Немного. Не сказать, что много. И вот у меня есть сет с рейтингом 36 тысяч аж. Поэтому, наверное, наденем его. И мир Джун становится на легком. До сих пор, ребят, напоминаю о том моменте, то, что у меня есть возможность еще для одного человека заполучить место на Аллее Славы, как говорится, для рефералов. Поэтому, если вы хотите, возможно, чтобы ваш ник блистал здесь, я пока не удаляю 21 Севердж. Жду все-таки, что он совершит эту покупку. Но если у него не получится, то придется, конечно, его удалить. И чтобы я уже полностью завершил все награды, добавлю сюда другого человека, который сделает внутриигровую покупку. Поэтому, если вы именно хотите мне помочь реализовать все задания полностью, то, конечно же, пишите в ВК. И таким образом, возможно, как раз-таки вы здесь останетесь навсегда. Что довольно-таки неплохо. Аллея Славы, так сказать. Поэтому, что ж, давайте переходить дальше. Все, что нужно сделать, сразу же говорю. Я вам скидываю ссылку. Вы переходите по ссылке, скачиваете игру, заводите новый аккаунт таким образом. И там закидываете, так же, как и я, например, 99 центов. Таким образом, вы делаете мне приятно. Ну и, конечно же, себе на новый аккаунт делаете тоже неплохой бонус. Таким образом, получается все довольно неплохо. Не нужно мне писать на тему того, что у меня уже 40-й левел, поэтому давай мне ссылку, я буду играть. Нет, так не получится. Нужен новый аккаунт и нужно задонатить. По-другому, к сожалению, никак. Не задонатить мне, а просто для себя задонатить. А мне уже прилетит награда за ваш первый донат. Вот такая вот ситуация. Приходится разжевывать, потому что многие люди не понимают. Им кажется то, что просто вот я закидываю ссылку, они по ней переходят, начинают играть в игру, все, они уже там. Нет, нужно заводить новый аккаунт, повторюсь, нужно задонатить, и только потом вы окажетесь у меня. Вот такая вот ситуация. Задонатить не мне, а игре именно. Вот такие вот дела. Все, а мы продолжаем. Идем надирать задницу Юку. Не знаю, насколько сильно этот ролик продлится, насколько долгим он будет, потому что многие ждут видос от меня, а я-то его реализовать-то не могу, потому что, ну, как вы видите, с устойчивостью возникают проблемы. Если прям будут дикие проблемы дальше с ней, то придется, возможно, даже с этого набора открыть, один единственный, который у меня остался, чтобы хотя бы немножечко, возможно, реализовать полностью даже мир Джун за этот видос. Хотя, честно говоря, шансы на это не самые высокие. Но будем пробовать. Пока что, как вы видите, она, да, воспользовалась своей способностью. Молодец. Но мы тоже не лыком шиты, поэтому получай. Ой, вот тут она, конечно, дает. Дает, дает жару. Блин, какая у нее ждительная вот эта вот атака. Ой, блин. Ой, блин. Почему способность Легиона не работает в такие моменты? Да как ты заколебала? Ну, серьезно. Ну, дай ты уже ударить, тебя и прикончить. Ну, вы посмотрите. Просто зажала в угол и пинает. Идеальный персонаж. Да дай ты уже тебя добить-то, женщина. Господи, успокойся ты. Ой, ребят, я не знаю, честно. Вот эти вот проблемы... Ладно, все. Я добил. Я спокоен. Просто она начала зажимать меня в угол. Даже ни одного удара не дает сделать. Пинает, пинает. Наконец-таки я кое-как разобрался с ней. И мы продвигаемся дальше, конечно же. И сейчас я могу посмотреть рекламу. Это... Это классно. Это круто. Бонус сразу же моментом падает. Вот это мне нравится. И пять рубинов еще сверху. Как же давно я этого не делал. Да что вы пристали? Я не виноват. Сфера была, она не настоящая. Из-за этого теневая вышка и рванула. Ох, как я когда разозлился. Теневая вышка? Но династия не добывает теневую энергию. Ты, милый, но ужасно глупый. Вестники уже много лет добывают теневую энергию. Линк их научил. Уже не добываем. Из-за твоей поддельной сферы наша единственная вышка взорвалась. А потом ты натравила на нас северян. Пойдемте отсюда. А ты, Юка, молись, чтобы наши пути больше никогда не пересеклись. Жестко, жестко. Вот что произошло с нашим домом. Господи, это теневой разлом? Похоже на тот, что мы видели у Линга. Но намного больше. Что ж? Отлично, вы успокоили сферу. Нечего сказать. Вы явились сюда, лжецы. Что вы сделали со сферой? Вы осквернили ее. Урон невосстановим. Голос сферы превратится в рев. Он уничтожит все живое. Вы поплатитесь за это. Победите мастеру Акадо. Кстати, уже требуется 5150 рейтинга. При том, что у меня только лишь 5100. Вот об этом я и говорю. Рейтинг здесь просто жесткий требуется. И как его фармить, когда ты уже по большей части половину сетов повыбивал? Непонятно. Тратить рубины на открытие золотых наборов, что ли? Ну, максимум, если так задуматься. Только так и можно реализовать на данный момент всю эту затею. Мастер Акадо, успокойтесь немножко. Расслабьтесь. Я вас добью сейчас и все будет шикарно. Ну, реально же все шикарно. Так, ладно, давайте сейчас теневой энергией воспользуемся. Потому что этим сетом я очень редко играл. Поэтому надо попробовать сейчас что-нибудь такое динамичное реализовать. Мечи в него кинуть, например, вот так вот. Ну, я бы не сказал, кстати, что прям... Да, вот так вот добиваем. Ага, он воспользовался какой-то... Ух ты, он в синевую превратился. Я думаю, что в чем прикол? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Тут меня будут больно бить. А, тут чуваки, как у этого появляется... Так, я понял. Он уклонился. Из Shadow Fight 2... Из Shadow Fight 2 я хотел, конечно же, сказать. И, в общем-то... Ладно, ладно, давайте дальше пойдем. А, так. Вдова, оса. Кто дальше идет после вдовы, осы? Вдова, оса. Оса, вдова. Ладно. Сёгун. Вот, у Сёгуна. Как у Сёгуна способность. Как я мог забыть Сёгуна? Каким образом? Непонятно. Ну, блин, да давай я уже тебя добью. Ну, хоррект блокироваться. Разными же атаками атакую. Ну... Вот две разные атаки. А он все равно пытается как-то сопротивляться, мразота. Так, ладно. Ага, прыгнула я красиво от него. Давай, стреляй! Ладно, добиваем таким образом. Счет 3-0. Мастер Акада повержен. Мы можем двигаться дальше и уже попадаем во вторую часть мира Джун-3. Скажем так. 32-й левел. 32-й левел. Это, конечно же, хорошо. Так, забираем мы бронь. И здесь вроде... А, нет, тоже бонусную карту дают. И 5 рубинов. Думал, что здесь после босса не выдается бонусная. Мастер, вы бы слышали себя со стороны? Разве это тот великий ученый, за которым я шел в огонь и воду почти 10 лет? Ваш разум изменил вам, мастер. Вы ничем не лучше этих дураков-легионеров. Него спасения не стоило войны между династией и легионом. Да, теперь я это вижу. Я был слеп и заносчив. Совсем как Акада. Позвольте мне пойти с вами. Если еще можно что-то исправить, я буду рад помочь. А, да, теперь мир Джун, но невозможно, ребят. Идеально просто. Просто идеально. И снова нужно что-то копить. Сосуд. Даже брони никакой нет. Ничего не выдается. К сожалению, к моему великому сожалению. Интересно даже, сколько чего требуется. Получается, сфера была уже у Юки, когда император наполнил лагерь сопротивления. Да, и она никому не сказала. Вот почему ей не терпелось поскорее встретиться с вестниками. Все вестники, которых схватили во дворце гвардейцы, были отправлены в лагерь. И Юка хотела использовать их как разменную монету. Но где настоящая сфера? Я не знаю, кто мог и подменить, но настоящая наверняка в столице династии. Скорее всего, да. Мы можем использовать один из теневых порталов, чтобы попасть в столицу мгновенно. Но придется иметь дело с ботами. 5300 требуется на данный момент, и после этого я смогу прогнать ботов. Ладно, давайте рискнем. Little Clitor. Ты когда последний раз заходил? 16 часов назад, 29-й левел у него. И давайте посмотрим его награду. Он попадает, скажем так, на аллею славы мою местную. И выдает мне... Ааа, нет, это броня сержанта, по-моему, да. Вроде да, да. Она у меня была, и она, по-моему, как раз-таки у меня была уже в мире Джун полностью. Ну, сотельник поднимаем, что есть, конечно же, хорошо. Хотя бы мир Джун теперь и на нормальном. Да, открыл. Но, что прям мне повезло, тут, конечно, говорить об этом сложно. Но зато, возможно, сейчас я могу выбрать как раз-таки броню. Да, 39 тысяч, давайте ее выберем. Броню сержанта, и с 39 тысячами рейтинга я могу рвануться в бой и попробовать надрать задницу теневым ботом хотя бы. Да, мне нет устойчивости, потому что мне игра не дает этой устойчивости. Давайте будем честными. Нужно ждать следующего события. Там, возможно, мне повезет немножко, потому что пока что, как вы видите, здесь печалька есть небольшая. Так. Ну, портального бота мы побеждаем пока данным сетом без особых проблем. Тут нас даже побить нормально не могут, поэтому двигаемся пока что вперед. На этом тоже спасибо. Так, ладно. Смотрим, что будет сейчас. Тающая броня. Ну, посложнее, посложнее, конечно, проходить, если бы фулл прокачка была. Не то, чтобы даже сложнее. Не думаю, что тут прям такие дерзкие и сильные боты. Но есть в них что-то. Есть, определенно, вот прям бьют меня, что-то пытаются сделать. Даже, смотрите, я светился, а он меня контратаковать как-то сумел, мразота. Здесь мы его одолели без особых проблем, как мне кажется. Так, ладно. И награда. Возможно, не за грамме 33 левел. Было бы прекрасно, мне кажется. Так, и бонусная карта выдает еще часть сета и 5 рубинов сверху. Эти механические войны не особо похожи на тех, которых мы видели в храме у Линга. Это обычные боты рабочие. Их не так уж и много, потому что их дорого и сложно производить. Тех ботов, которые владеет Линк, Акадо сделал лично для него. В знак благодарности. Без Линга мы не смогли добыть теневую энергию для наших следований, но он до сих пор забирает свою... Так, ну и теперь дальше на невозможно уже все идет, поэтому это очень странно. Получается, это Линк поставлял послу теневую энергию? Император это допустил? Я думаю, Император ничего не знал или не хотел знать. Это еще больше похоже на него. Я не могу винить Линга. Он вложил огромное количество ресурсов, чтобы поддержать наши проекты. И все в память о Болу. Но также он подверг жителей династии опасности, проложив под рынком в столице теневой трубопровод. Тише, мы слишком замешкались. Похоже, оператор ботов заметил, что что-то не так. Нейтрализуй оператора ботов. Я могу попробовать, конечно, но что-то мне кажется, это будет невозможно сделать. Будем честными. Тут что-то будет, что будет добивать меня очень быстро. Или он восстанавливаться начнет. Да-да, видите, он наносит всего-то один удар, и у меня уже отнимается целая полоска здоровья. Хотя со счетом 1-0 я побеждаю оператора ботов, но мне кажется, это больше везение, нежели чем закономерность такого урода. Определенно, мне тут повезло. Загораемся и добиваем его вот таким вот образом. Загораемся снова, и вот тут хотелось бы его схватить, но он меня просто тупо снаг... Блин, два удара, я не знаю. Ну, тут победить, конечно, можно, но... Вы видите, как он много урона наносит при одной точке только тычки. Давай, вот так вот. И еще один. Хорош. И последний. Давай, если он не заблокируется, это победный. Нет. Нет, давай. Давай, добивай еще 2-1. Отлично. Невозможно, победили оператора бота. В принципе, сделали дело, можно гулять смело. Хотя, да, как двигаться дальше, непонятно. Но будем пробовать. Окей, что нас ждет прямо сейчас? Так, открываем подарок учителя. Огненные снаряды 20 рубинов. Бонусную карту. Парные лезвия. И 5 рубинчиков сверху. Я не знаю, что нам теперь делать и кому можно доверять. Ты не можешь доверять никому, капитан. Ты живешь в династии. Я активировал портал. Если мы пройдем сквозь него, окажемся прямо в столице. Так вот, как вы все время бесплодно исчезали. Что ж, идем. Может, тот старик был прав. Если нам суждено найти настоящую сферу, мы найдем ее. Как-то, знаете, мир Джун вроде называется. Но про Джун и про меня, в принципе, ничего не сказано. Так как я на месте Джун нахожусь. Какая-то странная ситуация на деле. Но, видимо, в этом есть какая-то суть. Что здесь произошло? Теневая энергия повсюду. Все разрушено. Значит, это уже случилось. Голос сферы действительно превратился в рев. Теневой трубопровод, конечно, не мог такого выдержать. Если волна теневой энергии уже достигла окраин, значит, скорее всего, рынок уже полностью уничтожен. Мне жаль. Подождите, я вижу ночных воинов. Легион здесь. Ого, уже 5600 устойчивости требуется. Это капец. Это капец. При том, что у меня 36 тысяч. 39 даже тысяч по прокачке брони идет. Не, ну знаете ли, здесь мне свет врубают. Это уже не есть хорошо. Видимо, суть в этих ночных воинов. Так, куда мне бить-то? Со счетом 1-0 победил ночного воина. Блин, ну сет сержанта, конечно, классный. Сет сержанта тут, естественно, крутой. Мне сразу же свет обрубили. По мне вообще не попал какой-то странный ночной воин. Хорош. Да кого я там бью, непонятно. Он по мне вообще урона не наносил. Это очень странно на самом деле. Но со счетом 2-0 безустойчивости мы проходим дальше. Так, ладно, ладно. Ну ладно. Я не думал, что так будет получаться. Но, видимо, игра такая говорит. Ладно, пока играй. Пока разрешаем. Пока можешь поиграть. Расслабиться. И 25 рубинов. Супер. Клан воинов ночи самая древняя каста легиона. Они подчиняются только тени. Нам запрещено говорить с ними и даже входить в их подземелье, если дело не касается сферы. Если воины ночи здесь, значит сюда пришла королева Мойра. И пришла она за сферой. Она наверняка направилась во дворец. Мы должны торопиться. А что у меня за подгрузка появилась? Что за дичь? А, ладно. Она исчезла. Странно. Что-то подгружало, а что непонятно. Все погибло. Рынок превратился в руины. Как ты и предсказал, Иту. Но дворец все еще стоит. Я вижу королеву. Ваше величество. Как же так вышло? Все так, как должно было быть. Жадная династия сожрала саму себя. Тебе следует научиться тщательно выбирать союзников, генерал. Мне тоже. А теперь уйдите прочь. Вы еще здесь? Ликвидаторы. Займитесь ими. Так, ликвидаторы. Это, конечно, все прекрасно. Забираем награду. А, вот почему подгрузка была. Три часа ночи на часах. Понятно. И теневая энергия сверху падает. Приятно. Я собрал что-нибудь? Нет, конечно. Ничего не собрал. И в мире джун. 5750 уже требуется рейтинга. Погнали пробовать, что получится здесь сделать. Может здесь я и остановлюсь как раз таки. Ох, ликвидатор. Это же та самая четкая броня. Сейчас она мне будет попудрать прям. Хорош. Хотя. Хотя. Не, выстрел прям очень много нанес. Давай, бери его. Вот так. Вот мы его приложим. И добивающий удар. Я думал, я нанес. Но со счетом 1-0. Без какой-либо устойчивости мы двигаемся дальше. Пока игра на нашей стороне находится. Странно. Странно это все. Но приятно. Я не знаю, в принципе, как накопить сейчас 5700 рейтинга. Сколько брони получится, придется нам получить. У меня выскочила ошибка. Хорошо, что... Не ошибка, точнее, а то, что заряда 10% осталось. Хорошо, что я справился кое-как. Без особых проблем. Так. Продолжаем. Мы практически взяли 33-й левел. Что довольно-таки странно. Но забавно. Забавно. Отрицать не буду. Наследие древности и 5 рубинов сверху. Ваше Величество, подождите. Настоящая сфера все еще где-то здесь. Мы найдем ее. И тогда... Вы просто бесполезный мусор. Вы не знали, что сфера не настоящая? Она была приманкой для бандитов. Даже я знала об этом. И вы, похоже, не знаете, что никакой настоящей сферы не существует. Так, я не понял. Это к чему это она клонит? Заходим. Что? Я не понимаю, что вы имеете в виду, Ваше Величество. Вы, Династы, можете перехитрить кого угодно. Но я не кто угодно. То, что было в сфере, сейчас поблизости. Я слышу этот зов с самого детства. Он выжигает меня изнутри. Вы улыбались и говорили, что заставите его замолчать. А я ощущала, как он становится лишь сильнее. Сейчас я уничтожу этот голос. Раз и навсегда. Отойдите с дороги. Помешайте Мори атаковать дворец. 5900 рейтинга нужно для того, чтобы добраться до второй части и победить королеву Мойру. Ну, не знаю, что здесь получится. А, ну да, здесь мы не пройдем, она хилится. Здесь нереально пройти, ребят. Она, видите, просто каждый удар мой отхиливает. Все-таки разработчики постарались сделать так, чтобы здесь без устойчивости, в принципе, ничего сделать было нельзя. Если бы здесь можно было как-то отключить хил, то можно было бы и пройти королеву Мойру с таким количеством устойчивости. Но, как вы видите, здесь, в принципе, да, вот здесь вот реально невозможно. Не знаю, тут какой-то крит должен пролететь, скорее всего. И тогда будет победа. Либо, может быть, у нас получится вот так вот сделать. А, нет. Нет, нет, нет. Даже здесь, к сожалению. Видите, я пытаюсь наносить прям с динамикой атаку, но нет. Здоровье все-таки восстанавливается быстрее. К сожалению, к сожалению, к моему великому сожалению, мне теперь нужно накопить как-то 5900 устойчивости. Забавная ситуация, когда, в принципе, никакой брони не выпадает. Нигде не выпадает. Что делать? Я, если честно, без понятия, но буду играть дальше. Буду пытаться что-то делать. И, возможно, вот этот вот шлем мародера подарит мне немного устойчивости. Было бы, конечно, приятно. Мне даже интересно, вот если выкупить вот эту вот всю броню какую-нибудь, то что-нибудь из этого поменяется. Давайте вот просто возьмем, улучшим здесь. Далее возьмем вот эту вот, например, часть. Почему бы и нет? Может, это части брони какой-нибудь составной. 272000. Давайте возьмем и это, купим. И посмотрим, что из этого всего получится. Что-нибудь я собрал? Нет. Видите, не собрал ничего. Но при этом, конечно, игра... Хотелось бы, чтобы она чем-то радовала. Но, как вы видите, к сожалению, к моему великому сожалению, это не так. Так, здесь еще пока что не было предложения с бонусом. С картой. А, нет, пока что не было. Видимо, забрал. Нужно еще ждать. Вот такие вот дела, ребят. Вот такая вот ситуация. Вот такой вот ролик у нас получился. Дальше пока что двигаться мне запрещено. Поэтому будем смотреть, насколько быстро я сумею набрать хотя бы 6000 устойчивости, чтобы продвинуться чуточку дальше. Ну и, конечно же, будем следить за развитием аккаунта. Когда следующий видос выйдет, я, если честно, без понятия. Конечно, хотелось бы надеяться, что это будет в очень скором времени. Но пока, конечно же, нам игра говорит о том, что придется долго и мучительно копить устойчивость, что не есть хорошо. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Если понравилось видео, подписывайся на мой канал, ставь лайк. Всем пока и до новых встреч.